Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Член правления Латвийской Федерации санного спорта с собаками, также председатель правления портала Соня ЛВ Гирцелдман, несу нас сегодня в студии. И мы, наверное, поговорим о популярности в Латвии езды на собачьих упряжках в связи с тем, что Латвия, как мы поняли, в следующем году принимает чемпионат мира. Да, это так. Чемпионат мира по данному спорту, он, в принципе, уже сколько лет проходит? В Латвии это уже 10 лет. Ну и за 10 лет мы добились на то, что к нам приедет весь мир. Первый раз, да, вот так за 10 лет? У нас были, конечно, и кубки этапа мира, но это будет первый чемпионат, такой большой, который пройдет в Латвии. А это не зависит от погоды? Будет снег, не будет, все равно приедет? Вот самое главное, что это чемпионат без снега. Это чемпионат Драйленда или по видам без снега. Это каникросс, бег с собакой, байкджоринг, собака и велосипедист, скутер класс, одна или две собаки тоже, это скутер и велокарты, где упряжка 4 до 8 собак. Это и более-менее популярен во всей Европе, даже в той же Скандинавии, где есть снег. И в Латвии происходит за год примерно 20 мероприятий без снега и одно только на снег. А без снега, это значит, что вы где-то отдельно в каком-то помещении проводите? Ведь от погодных условий очень зависит. Погодные условия у нас только такие, что нельзя бить температуру больше, чем 16-18 градусов. Тепла. Тепла, да. Так что это, конечно, не делается летом, а весна и осень достаточно приличные для этого вида спорта. И чемпионат пройдет от 31 октября до 3 ноября. Ну, тогда у нас жаркой никогда еще не было. Нет, это точно. Настолько жарко не будет, я уверена. Получается так, что наоборот снег не нужен даже, да? Нет, ну, если снег выпадет, то, конечно, мы проведем и чемпионат. Но нет, он не нужен, потому что мы бегаем без снега. И наша трасса будет в Зелекалне. Это Огарский и Искшкинский район. И там трасса очень хорошая для лап, для собак. И она интересна с тем, что там есть и подъемы, и спуски. Всякие повороты, как и в других местах, может быть, нет. И некоторые корни на трассе. То есть, интересно всем. А то, что мы привыкли видеть, вот когда собаки тащат сани, такое вот привычное, это вот что? Как я уже говорил, из-за латвийских обстоятельств снега у нас такое мероприятие один раз в год. Может быть, и в 2019 году, это уже через два месяца, латвийский чемпионат мы проведем в Эстонии. Со снегом именно. Со снегом, да. То есть, объединимся с эстонцами, будем делать эстонский и латвийский чемпионат вместе, из-за того, что, ну, бывает проблем. И тогда там именно сани участвуют, да? Тогда там будет сани и скиджоринг. Это лыжник и собака. И есть и такая еще пулка, но это только в Скандинавии. Более-менее, когда идет собака, потом маленькая упряжка, и потом за ней лыжник. Но это только более-менее для Скандинавии. У нас большинство гоняет на двух собак упряжки, так как наши лыжные способности у всех тоже не очень хорошие, из-за того, что мало вариантов тренироваться. А вот сообщалось, что месяц назад в Угре проводился пробный чемпионат соревнований этапа Кубка мира. И вот вам сказали, что вы готовы быть хозяевами чемпионата на следующий год. А вот кто именно вам дал зеленый цвет на организацию чемпионата? Поскольку вы, я посмотрела, ваша федерация существует с 2008 года, или считается бесприбыльной организацией, то есть кто вам помогает, может, кто вас поддерживает? Значит, с того, кто нас наблюдал, когда нам происходил чемпионат. То есть приехал вице-президент по спорту Мировой Федерации Эва Эйла с Финландии, и наш главный судья, который будет в следующем году, Нилс Финсрут, он один из самых-самых опытных человек в этом спорте, ему опыт более чем 35 лет. Ну и он пересмотрел, как наши действия происходят в судейском виде, как мы время засекаем, как мы трассу подготавливаем, и смотрел, какие наши способности оказать помещение для антидопинга в следующем году тоже. Латвийская Федерация создана 10 лет назад, ее сначала создали 6 людей, и потом мы переделали его по просьбам закона, так сказать, на объединение клубов. Нас поддерживают, конечно, сами клубы, и мы получаем кое-какое финансирование из-за критерий, которые мы исполнили за год с латвийской объединения спортивных федераций, которые финансируются через министрию образования. То есть наша федерация признанная, признанный вид спорта, мы выполняем все критерии, которые нужны, делаем гонки, это самое главное, делаем их качественно, и участвуем в Кубке мира, и так и зарабатываем для себя немножко денег, чтобы делать и другие мероприятия. Скажите, а вот вы упомянули допинг, кто проходит допинг-контроль в этом виде спорта, собаки, люди? Да, как это бы ни было, может быть, забавно, и собак проверяют на допинг, то есть если где-то есть соревнования, то человек хочет победить, и вот дает кое-какие лекарства и для собак. Какие лекарства дают для собак? То же самое, что есть и у человека, к сожалению, есть некоторые препараты, которые запрошены для собак, например, шоколад считается допингом, несмотря только на то, что шоколад вообще вреден для собак, но он считается кофеином более-менее, как стимулантом для собак, и, например, когда ты собаку держишь на гонке, ты должен присматривать, чтобы кто-то ее не подкинул в чашку кофе, и он этот снег не съел. Если попадешь на контроль, тебя дисквалифицируют. А что, так могут сделать? Конечно, это соревнования, но каждый за себя. Нет, ну ладно, общество вообще-то дружное вокруг ездового спорта, но мировой чемпионат – это мировой чемпионат, ты никогда не знаешь, может быть, какой-то зритель подойдет и твою собаку покормишь чем-то ненужным, ну, скажем, какой-то батончик энергии. А там, оказывается, экстракт, например, зеленого чая. Собака попала на допинг. А проверяют после? Проверяют после первого старта, почти всегда бывает, что после второго, тогда берет анализы, отсылает и на лабораторию, ну, и тогда ждешь свои два недели, чтобы узнать свое будущее. А кого дисквалифицируют или наказывают в этом собаку? Дисквалификации получает, конечно, хозяин вместе с собакой. И собака не может выступать? Нет, собака тоже не может тогда уже выступать. Нет, ну, смотря на сколько серьезное нарушение, тогда там 6 месяцев, 2 года, может быть, и больше. Ну, вот такие, понятно, шоколад, там, зеленый чай, кофе, кофеин, а вот какие-то лекарственные препараты тоже? Да, конечно. Не, не, я говорю, все, что есть у людей, есть и у собак. Как мелдранат был, вот с мелдранатом. Все, что есть у людей, есть и у собак, к сожалению. А были ли такие случаи на вашей практике, скажем, на вашем опыте, когда вот собаки были... Я сам, судя международной категории, я приехал в несколько мировых кубок, били некоторые случаи, когда проверяется допинг, но до сих пор на тех гонах, где я был как судья или участника, не было такого. Последний раз допинг нашли, если не ошибаюсь, у собак и в 2016 году, и у человека, мне кажется, 2017, так что год мы их прожили нормально. А кому надо, вот чтобы, скажем, повлиять на результат гонки с собаками, это должен быть допинг для собаки или для человека все-таки? Ну, так как вся упряжка – это команда. Да. Тому и тому. Тому и тому надо. А может быть, кому-то он собаку подготовил нормально, сам не успел что-то. Ну, варианты, зачем берет допинг, разные. Вам не пытались за вашу спортивную карьеру вот вашим собакам подкинуть, подсыпать, подсунуть что-то? Нет, мы, когда я еще был участником, это у нас маламут, который сейчас уже пенсионер, как мы говорим, тогда спорт только развивался, и о допинге мы не очень-то думали, не думая, что моей собаке кто-то что-то подкидывал, и я не думаю, что мы были в таком уровне, что мы даже знали, что нормально надо давать, чтобы улучшить результат. Сейчас, конечно, мы, когда уже готовы ехать на мировой европейский чемпионат, знаем, и у нас есть ветврач, Айгарс, Бриндис, который дает подсказки, что вообще нельзя делать, чтобы ты не попал. То есть, когда ты даешь собак и лекарства, и собака, конечно, когда-то заболеет, надо присматривать, чтобы нечаянно ты их не отдал, а и антибиотики надо присматривать, что ты даешь, чтобы нормально можно ехать на чемпионаты. Напомню, что у нас в гостях Гир Целдмани, член правления Латвийской Федерации санного спорта с собаками, председатель правления портала СУНИЛВ. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните 672-12-939 и 672-13-939. Мы знаем, что есть две категории, то есть, заезды, где участвуют все собаки, да, любых пород могут, и беспородные, наверное, тоже, да? Да, да. А есть именно для профессионалов, там, хаски, кто еще? Нет, они совсем, это что, одни профессионалы, одни аматыры. В смысле, какие-то определенные породы. То есть, да, у нас есть опен-класс, где в зачет идут все собаки, и специально выделяется норд-класс, или северный класс, где хаски, самоеды, олескинские маломуты и герландская ездовая собака. Тех еще можно поделить на два частей, но, скажем, что у нас опена, норд-классы. Хаски вообще выращивались когда-то для средних дистанций. В наши дни уже более-менее все гонки спринтовские. И так как спорт развивался, развивались и породы, или даже не всех можно называть породами. Евродог, смесь всяких курсхаров и подобные, она не порода. Это просто выращивание собаки, который подготовлен для какой-то специальной дисциплины. Собак побольше идет на скутер, собак немножко поменьше на байкджоринг, там скорость побольше нужна для этого скутера на ДСИЛ. И когда мне спрашивают, может ли любой собак участвовать, да, конечно, можно. Но на мировой чемпионат, наверное, вам квалификации пройти будет сложно, но тренироваться и поддержать здоровый вид жизни можно с любой собакой. Скажите, а где вы берете собак, они же должны пройти? Процесс тоже тренировки, то есть их кто-то отбирает специально, откуда тренирует, как я понимаю? Отбирает для чего? Для соревнований. Для соревнований, нет. Соревнования в Латвии все открытые. То есть у нас есть 8 клубов, которые, конечно, своим членам дают информацию, где проходят гонки, они и приезжают. У нас есть отборные критерии для национальной сборной. И там по результатам мирового кубка и кубка Балтии мы отбираем тех, которые получают финансирование. И чтобы попасть вообще в сборную, надо показать кое-какие спортивные результаты, и тогда за свои деньги ты тоже можешь поехать в какой-то чемпионат. – Вообще собаку долго готовят к такому виду спорта? Если вот хозяин, допустим, решил заняться этим, да, вот приобрел собаку, щенка, и вот воспитывает его с самого детства. – Ну, с самого детства, то есть так, собаку тренировать можно начинать кое-какие методы, скажем, с 4-х месяцев. Гонки он допускается вообще только с года или с полтора, смотря по дисциплине. – Собаку подготовить нормально уйдет примерно год. – Вот именно к гонкам уже подготовить? – То есть к нормальному результату, то есть год пройдет, и потом первый сезон все-таки пройдет, чтобы ты узнал, как гонки, ситуация в гонках происходит, потому что тренировка одна, гонка вторая. – Как он себя чувствует с другими собаками, в трассе всегда обгоны есть, трассы разные, то есть год или больше будет, чтобы подготовить собаку к гонке. – А наш вот гость сегодняшний, Берканс, он австралийская овчарка, он тоже участвует в этом красавице под столом? – Берканс уже пришел, да, а Берканс не издывает собакам. – Не издывает. – Он у нас как семейный член дома, и он участвует более-менее в фризби, то есть фризби – это его вид спорта, непризнанный спорта, но он с нашим детем побежал в детский каникросс, ну, может быть, и в следующий год там побежит. Но так как я сам не готовлюсь на гонки, я почти всегда органзатор или судья, мы занимаемся с фризби, чтобы поддержать им спортивную форму и смотрим, что ему нравится. Есть ездовые собаки, есть собаки фризби, есть собаки agility, есть собаки послушивания, так что каждому свое, и мы это и желаем всем, чтобы найти то, что им нравится обоим, и заниматься. То есть я за то, чтобы никто не сидел на диване. – Да, за движение, активный спорт и все остальное. Герцелбанис у нас в студии, пожалуйста, звоните 672-12-939-672-13-939. И Берканс у нас в студии тоже очень хорошо себя ведет, несмотря на то, что у нас тут жарковато, наверное, для Берканса все-таки. – Нет, нормально. – Нормально он привык? – Нет, ну, нам и спрашивают, а что с хасками бывает вам летом? Ничего не бывает. Они живут и Америке, они живут и Южной Африке, просто они, может быть, выращивают черсть поменьше, летом они черсть сбрасывают, и нормально живут. Конечно, спортом в тот момент ты не занимаешься, но и Берканс, порода австралийская овчарка, она вообще идет с Америки, более-менее с штата Калифорния и по округе. Там, конечно, температуры больше, чем у нас. Она пастушная собака, значит, она более-менее весь день бегает. То есть, если мы уже сделали с этой породой черсть побольше, это наша вина, но собак себя чувствует нормально. Да, ну, у меня тоже есть собака, вот она, смесь Алабая и Хаски, как раз-таки, и я знаю, о чем вы говорите, то есть, летом она становится на глазах меньше, потому что шерсть у нее выпадает, а вот зимой сейчас у нее такое ощущение, что ее откормили, потому что она живет на улице, в будке, и вот у нее эта шерсть просто как две шубы сверху. Наш малмут тоже пушистенький и большой зимой, и маленький-маленький в, как сказать, летом, да, это так. Скажите, а может быть, насколько вот опасен этот вид спорта для собак, потому что это, как известно, спорт, да, и упряжки, это все, это нетравматично, и что надо, вот как обезопасить, может быть, собаку? Первое, это выбор правильной экипировки, то есть, шлейки, подтяги и все другое должны бить по регламенту. Шлейки, они те, которые для прогулок, на гонках присматривают, чтобы они били с полстером, там не было каких-то крюков и металлических изделий, подтяги тоже присматривали для того, чтобы они были безопасны, там тоже крюки запрошены. Конечно, он был менее не опасен, так что для гонщиков, если упадешь, но упадешь как в монтейнбайках, как в другом виде, в другом спорте. Собаки, конечно, можешь себя повредить на трассе, можешь на что-то наступить, собака может быть неподготовлена и перегрета, зато у нас есть и суди, и ветврачи на гонках, чтобы присматривать. Конечно, всех дома, как они занимаются тренировками, мы не можем присматривать, и это и не нужно. Но самые большие проблемы, есть какие-то подшипки, и может быть то, что собака не готова, и хозяин хочет побежать больше, чем нужно. То есть, не рассчитывают, да, вот ее сидеть? Да, хозяин много раз и не рассчитывает, на что он сам способен, то есть, не можно быть такое, что вот придумал хозяин, вот сейчас будем заниматься спортом, вот сейчас первый день, тренировка 5 километров, ни сам хозяин, ни собака, конечно, не готовы на 5 километров. Мы начинаем медленно, с каникроссом желательно, побежали километр, посмотрели самочувствие, чувствуем хорошо, побежали 2 километра. Конечно, собаку еще надо научить, чтобы она шла впереди и тянула. Это тоже кое-какое время занимает, смотря по породы, где-то натурально, а тащит некоторые, надо научить на это. Главное, присматривать нормально, если нужно совет, тогда смотрите, пожалуйста, наши клубы, звоните им, у них есть всякие открытые и закрытые тренировки, присоединяйтесь и тренируйтесь. А сколько собак обычно тащит? Вот есть какой-то норматив же, да, наверное, лыжника, допустим, две собаки или одна? Нет, это как? Нет, то есть, собак считается, что можешь потянуть 2 раза больше, чем она сама весит, но это не совсем так, а потому что спортивные собаки весит примерно 35 килограммов. Нормальный лыжник, ну, скажем, с 55 до 100. Собака ведь не тянет всю трассу лыжника или велосипедиста, а тот и другой помогает в трассе, и таких ограничений нету. Есть эта пулка, которую я напоминал, там специальные категории, где вешатся эти сани, которые собака тащит. А так, какой собак сам для себя выбрал, с такой и участвовать. Ну, вот одну или две, вот это вот как определяется? Это по дисциплине. То есть, например, скиджоринг с одной собакой, скиджоринг с двумя собаками. Это разные дисциплины, и ты сам выбираешь, сколько тебя собака. С двумя сложнее? Есть, да. Все-таки вопросы профессионалу задавать. С двумя будет сложнее, потому что это будет быстрее, и с двумя все-таки надо управлять немножко по-другому, чем с одной. Так что да, с двумя будет немножко сложнее и будет быстрее. А сколько максимально собак запрягается, допустим, в сани? Ну, вот эти. Ну, на гонках наших в Латвии. У нас самый большой класс 8 собак. Но я побывал на некоторые гонки, где максимальное количество их 12. На тренировках в Латвии Эдуардс один раз запрек больше, чем 18. Не помню цифры. А зачем так много? Ну, если у тебя есть много собак, ты когда-то хочешь тренировать всех сразу. А, это именно для тренировки собак? Да, но это было, конечно, на снег, да. И с 18 собак управлять достаточно трудно, потому что весь подтяг достаточно большой. В Латвиях у нас-то дороги с поворотом, и они как Аляска, там. Ну да, с такими расстояниями можно бежать. Из-за этого, конечно, в Латвии по идее самая большая упряжка. Есть и шестерка, Илзе, которая едет на средней дистанции. Может быть, она и на тренировках запрягает немножко больше собак, но 6 собак, можно сказать, максимально, что в Латвии используется. Но от числа собак и количества участников зависит. Допустим, вот если 18 собак, как вы сказали, сколько там должно быть? Один же не сможет 18 собак. Нет, нет, это ограничение. То есть, я говорю, без снег у нас ограничение класс 4, класс 6, класс 8 собак. Это будет и на мировом чемпионате. В Латвии первый раз только на то, что у нас был проверочный гонг, мы открыли класс 8 собак. У нас никто не едет на 8. Приехали гости из Финландии, те ехали на класс 8. И на снега на средних дистанциях там 6 собак или 12. То есть, ты можешь свою упряжку поставить 10 и не ехать с 12. Больше не запрягается. Скажите, помимо спортивных норматив, может быть, какие есть официальные требования? То есть, у собаки какие должны быть документы для участия в соревнованиях? То есть, должна быть она, допустим, чипирована, у нее должны быть определенные прививки? Что какие? Какие требования? Ну, в Латвии, можно сказать, уже и всей Европе собака должна бить с чипом. И к бешенству этот укол был сделан. Другие нормативы нету. Ведь врач перед гонкой и судья обсматривает собаку и ее здоровье. И мы тоже проверяем, в каком состоянии собаку привели. Других критериев нету. Европаспорт, конечно. Конечно, родословное, неродословное, это нету разницы. Можешь участие всем. Беркенс пришел к нам. Уже ходит по студии. На нашу половину стола. У нас Гирц Элдманис в студии. Член правления Алтайской Федерации санного спорта с собаками. Председатель правления портала Суни ЛВ. Мы говорим сегодня о том, насколько популярен в Латвии такой ездовой спорт, езда на собачьих упряжках. В 2019 году у нас будет чемпионат мира, куда к данному виду спорта. До этого мы росли 10 лет. И вот можно сказать, что этот вид спорта у нас становится все популярнее. Сейчас мы об этом у Гирца спросим, когда Баркенс и Арелку, но он идет к хозяину. Гирца, можно сказать, что этот спорт становится все популярнее в Латвии? Или все-таки он такой, ну, не быстро обновляющийся? Ну, начали мы примерно люди 10, скажем так. Так, это 10 лет назад, там 10 людей, которые в Латвии на гонках готовы были участвовать. Приезжали гости из Эстонии и Литвы, тогда первая гонка у нас была примерно 30-35 участников. Сейчас у нас гонка только что прошла 200 участников и больше было даже. Первые года у нас били две гонки за год, сейчас у нас примерно 20. Ну, значит, он становится более популярным. Наши дисциплины участвуют в Стырнбукс и Носкринзему. Наверное, слышали о таких кроссах, где люди бегают, и там еще и появилось и каникросс. То есть, это уже 8-10 гонок за год, где можно заниматься каникроссом и потом еще дополнительные гонки, где и всякие другие дисциплины. Да, и по количеству членов Латвийской Федерации у нас примерно 300 активных участников. Это те, которые клуб зарегистрировал своих членов. И на гонках так примерно и появляется. А когда именно появился, может быть, этот вид спорта в Латвии? И почему, на Ваш взгляд, именно сейчас, в последнее время он начал набирать популярность? Он появился из-за того, что хозяины захотели своим собаками заниматься. Так и было, что моя семья, семья ДТОЗОЛ, Райдершмиттса и Илс Домбровский, Гундок, Пумпуры, поехали на первую гонку в Литве и поняли, что мы тоже с этим будем заниматься. И чтобы это нормально официально делать, мы сделали федерацию. Это было из-за того, что надо с собаками работать. И потом уже другие тоже поняли, что у них есть собаки. И поняли, что с собаками вообще-то надо заниматься. И присоединились. Потом кто-то вообще узнал, что с собакой можно заниматься. Мне кажется, вообще в Латвии все виды спорта идут немножко вверх, из-за того, что люди поняли, что за своим здоровьем надо наблюдать. Если ты можешь там и участвовать с собакой, и лучше. Я не сказал, чтобы только наш вид спорта поднимается. Это, думаю, что вообще образ жизни в Латвии идет наверх. – Сейчас же этот вид спорта и в зимних Олимпиадах уже тоже принимает участие? – Нет. – Ну, ездовой спорт. – Нет. – В 90-х годах у нас был шанс, но мы пропустили попасть в Олимпиаду. – Нет, я имею в виду вообще в мире. – В мире. Вы думаете, ездовой спорт в Олимпиаде? – Да. Нету его? – Нет. Я говорю, что для того, чтобы попасть в Олимпиаду, вы должны пройти всякие критерии. В 90-х годах это было проще, но Мировая Федерация свой шанс пропустила, и сейчас мы бороемся опять за то, чтобы получить олимпийское признание. – Да. – Не абсолютно на то, чтобы попасть в Олимпийские игры. Некоторые за то, некоторые против, чтобы попасть в Олимпиаду. Если это пойдет в Олимпиаду, это может быть и большая коммерциализация спорта, и это, может быть, и не будет самое лучшее для собак. Так что мнение делится, но… – Но попытка же была, да? Я считала, что в 1932 году в Лейк-Плэйсиде было, как демонстрационный вид спорта участвовали. – Да, это так, но в то время в мире не было вообще ездовой федерации, там участвовали только канадцы и американцы, это были как показательный вид спорта. С того времени ничего больше не было, а в России, и когда Олимпийские этот огонь несли, там некоторые этапы приезжали с собаками и били некоторые, которые бегали вместе с собаками. И пока это и все. – Ну, может быть, и действительно вы правы, что это коммерциализация будет, и плюс еще, если встанет вопрос с допингом еще серьезнее, то… – Нет, на то, чтобы вопрос с допингом может всегда подниматься, а это и хорошо, собак надо и проверять сейчас. А про Олимпиаду поживем, увидим, но это не самая цель, чтобы там попасть, просто в многих странах спорт считается более-менее признанным, если тебя признал Олимпийский комитет. Ну, так и в Латвии, оно не самоцельно. – А вообще, исторически, этот спорт с Аляски пришел? – Точно определить, когда первые две люди с санями встретились и хотели поехать друг против друга, никто не знает. Но, конечно, вид спорта в большинство происходит с Америки или Восточной Европы. – Наверное, были гонки в России, но так как все началось с санями, тогда считается, что это началось в Америке, в Аляске. Безвидный спорт без снега начались только более-менее 30 лет назад, когда поняли, что снега нет и надо тренироваться без снега, и тогда и перешло на то, что поняли, что без снега может быть даже интереснее. гонки больше зрительные для зрителей и доступны. – А кто считается таким самым фаворитом? Это все-таки хаски, маламуты или кто? – Нет, таких фаворитов нет. Конечно, хаски немножко быстрее, чем маламуты и гражданские собаки в нордик-классе, а в опен-классе там надо смотреть по опыту уже собак и, может быть, немножко предков. – И нет все-таки вот таких… – Нет, там вообще в опен-классе, то есть с Курцхаром, который чистая порода, победить евродога, который смесь других собак, но шансы на примерно 5%. На мировом чемпионате чистопородная собака в опен-классе не побеждала уже много лет. Ну, не можно сказать так, что возьмем спортивную машину с улицы и спортивную машину, не самую до горгой, которая для гонок. Ну, с уличной машины, конечно, шанс есть победить, но мал. Вот так можно было бы сказать про то, как чистопородным. Но, когда ты учишься, это я говорю по мировой уровень, но в Латвии с Курцхаром или Вижлой на гонках можно победить. – Но вы же все-таки говорите вот про Курцхара все-таки. – Да, потому что многие наши члены клубов гоняют своих собак, которые Курцхар и другие породы, которые в Латвии достаточно много. – А если вот у человека, допустим, метис или просто дворняжка, есть шансы у него или совсем нет? – Ну, в каникросе не выделяются вообще породы. – То есть шансы есть. – Шансы там, конечно, есть. – Если вы вдруг амбициозный, это я для радиоаклажда, и у вас дворняга. – Если вы начнете с какой-то собакой и с этим спортом будете заниматься более чем один год, я почти уверен, что вам появится одна другая собака или даже две. А по опыту уже можно сказать, кто начал, тот уже приобрел другую собаку, чтобы показать уровень побольше. – Ездовые собаки, они все-таки подвижные должны быть, очень много тренировок у них должно быть. То есть это, наверное, не в квартире люди держат? – Нет, и в квартирах держат люди, да, но это значит, что ты как минимум два раза в день идешь на прогулки, примерно, ну, минимум, скажем так, 4-5 раза идешь на тренировки. Конечно, если ты пойдешь только на прогулки, это не будет, то есть и тренажеры для собак и всякое, то есть и в квартире можно держать собаку, если у тебя есть время заниматься с ней. – Главное, есть время, да, чтобы с ней заниматься. – Время, кстати, а вот насколько это затратно, особенно если учитывая, что говорить про тренажеры, про тренировки, да, то есть… – Расстраты, может быть, денежные разные. Приобрести экипировку, это, скажем, да, 100 евро, а эта экипировка будет работать более-менее всю жизнь собакой. Для каникроса нужно только что, чтобы бегать самому, в велосипедном классе, конечно, хороший велосипед не мешает, в скутерах, там, один скутер стоит хороший примерно тысячу и больше, конечно. – Ну, это как во вкус, войдешь уже? – Да, 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 ты можешь гонить. – Начать можно с малого, потом уже дальше, как в любом хобби. – Да, да, да. – А за участие в чемпионате надо что-то платить? – Да, гонки Латвии стоят с 10 до 35 евро, мировой чемпионат примерно стоит 80 до 100, но там надо пройти квалификации, то есть каждый там не может участвовать, но гонки стоят с 10 до 35 евро примерно. – Спасибо вам большое, мы вас благодарим и отпускаем. Мы вместе с Берконсом, он там как, нормально? – Берконс. – Все в порядке? – Вот, отлично, мальчик молодец, вот сидел все интервью. – Да. – Спасибо большое, у нас в гостях был Гир Целбман, член правления Латвийской Федерации санного спорта с собаками, председатель правления портала СУНИЛ.